Подводим итоги матча. Старая школа победила в противостании с Футбол Стором 3-1, со мной из студии Степин Илья и Васильев Сергей. Илюх, в какой-то момент старая школа как будто была не своя в начале. Что случилось? Почему? Такое ощущение, что надо было как-то настроиться на матч. Ну, видишь, мы опять пропускаем первый гол и потом сразу забиваем два. Не знаю, мне кажется, какую-то период там еще могли забить во втором тайме. Первый-то вообще там 0-0, даже сказать нечего. Как бы все равно спасибо сопернику за игру, команда хорошая, все парни двигаются. Было очень сложно на самом деле. Перебороли опять своей вот этой борьбой, желанием, настроем. Рад за Пашу Вишневского, что гол забил. Молодец вообще. Прям здорово. Вообще я доволен, на самом деле. Просто я, честно, доволен. Потому что команда Футбол Стор в порядке. Ну, даже нечего добавить. Не знаю. Я просто горжусь ребятами, что опять вырвали на зубах победу. Не понимаю, на самом деле, какие мы иногда делаем замены в конце. Можно просто эту игру спокойно доигрывать. Там сзади мы сами себе усложняем жизнь. Этого я не понимаю. Но, Маш, вы пытаетесь за счет этого добавить эмоций? Потому что на эмоциях у вас получается играть очень круто. Ну, возможно. Но я сторонник все равно, чтобы, блядь, играли самые сильные. И просто спокойно можно было еще забить голы и вообще не нервничать. А так забей Футбол Стор второй. Моменты у ребят были. Там угловой подают. Тут забей. Вот уже тебе концовка совсем другая, нервная. Ну, не знаю. Все равно всем спасибо за игру. Я доволен, что смогли добиться положительного результата. Да, Серега, Футбол Стор в какой-то момент такое ощущение, что, ну, поплыло, наверное, неправильно слово. Но задавили старая школа, прям, наверное, и морально, и физически в какой-то момент. Как ты думаешь? Ну, во-первых, спасибо соперникам за игру. В принципе, такое вот мы и ожидали. Боит и духоит, и все через борьбу. Да морально, я бы не сказал, что сильно задавили. Физически, да, наверное, где-то перебороли нас. Потому что у нас парни основные молодые, там все-таки люди опытные. Где-то, может быть, тяжелые. За счет этого им проще вести борьбу, чем нам. Мне кажется, просто чуть концентрации не хватило. Когда пропустили первый гол, тут же, теряя мяч с антрепольным, залетает второй. И уже, да, старая школа с положительными эмоциями на подъеме. И так уже тяжело с ними играть. Когда они бегут, все выгрызают, ложатся там под все мячи. Мы вроде пытались что-то создавать. Но там сколько? Три-четыре удара накрывают защитники. Даже вратарю работать не приходится. При том, что там врата действительно классные. Ну, моменты, конечно, свои надо чуть получше реализовать. С углового там забей колет. Где-то чуть попади получше. Там в ворота, попади здесь. Ну, был бы другой результат, была бы другая игра, другая концовка. Наверное, сейчас сидел бы тоже, говорил, что очень доволен результатом. А так результатом, конечно, не очень доволен. А по игре? По игре в первом тайме хорошо и мяч двигали, и, в принципе, ничего создать не давали у своих ворот. Во-вторых, ну, может быть, сказалось то, что обойма была сегодня чуть поменьше, чем обычно. Где-то концентрации не хватило. Может быть, я в новой роли пока не совсем справился. Поэтому отчасти и моя вина есть. Где-то там кого-то вовремя не заменил. Поэтому чуть... Как сказать-то правильно? Не градус, наверное, концентрация, а уровень концентрации снизился в одном малейшем эпизоде. И вот нас за это наказали. Ну, там еще, почему я сказал морально? Потому что в какой-то момент после первого пропущенного гола игроки начали уже между собой что-то выяснять на поле. И было ощущение полного раздрая в защите, по крайней мере. Ну, выясняют у нас всегда игроки что-то. Но сегодня градус этих выяснений был уже ниже. Поэтому мы стараемся как-то над этим работать. Но пока вот еще не совсем получается. Все равно приходится наблюдать, как люди друг к другу пихают. Надо брать мяч, ставить его. Еще играть на 20 минут. Можно забивать 2, 3, 4 в целом. И все, играть спокойно. Будем дальше работать над тем, чтобы не пихали друг к другу. Илюх, у вас такое ощущение было, что вот когда вы завелись, футбол-стор начал играть тоже чуть пожестче. Вы готовились к тому, что это будет жесткая рубиловка? Потому что они тоже не стеснялись там по ногам стучать. Да я думаю, это во-первых футбол. И тут вообще не надо стесняться играть жестко. Это нормально. Мужской вид спорта. О чем тут вообще говорить? Люди приезжают, ну это не балет, это футбол. Все знают, как играет старая школа Бума, блядь. Да последнюю играть жестко. Вот и все. Что-то еще добавить. То, что... Я скажу так. Просто ребята у нас в плане этого борьбы, они намного опытнее. И все так и вышло, что ну... Забить главное 2 гола и все. И там уже наша игра. Что еще добавить? Я не знаю, я просто, ну... Блядь, я это смотрю уже, 10-й тур или какой там идет, и все одно и то же. И с Хайденхаймом перегрызли, здесь перегрызли. Что еще добавить? Ну это старая школа, что вы от нас хотите? Мы так и будем, блядь, играть. Вот и все. Что, извиняюсь за мат, ну я просто, я рад. Там как бы футбол-стор молодцы, что... Ну я вообще доволен, что вот, ну... Все команды плюс-минус играют в один футбол, в стыке, не боятся. И считают это нормально. У ребят какой-то опыт получат. Ну, они все молодые, да, там, ну я не знаю, сколько там возраст. Там 26 лет, наверное, максимум. Самый старый там человек примерно. Ну, я не знаю. Пусть они получают опыт, набивают шишки, и все у них будет нормально. Есть талантливые парни, сейчас им ноги тут подбивают, ничего страшного. Потом сами будут как ебашить. Ну, все нормально. Ну, ноги-то подбивают, как бы травмы серьезно не было, чтобы молодым парням закончить с футболом. Ну, как сохранять вот этот градус, когда вроде хочется сыграть пожестче, но не сломать человека? Судьи подходили к суде. Что они там сказали сейчас? Судья должен защищать игроков. Значит, ну, ставьте таких судей, как Дима Ярцев, который не позволит, чтобы, ну, грубо говоря, у людей галики улетали куда-то в космос. Вот и все. То есть предлагаешь на все матчи старой школы ставить Ярцев? Ну, почему он судит ОПГ и это, и куда-то уезжает? Это отличный РФ, мне нравится. Блядь, я считаю, что он вообще бы все матчи спокойно судил, может, такого рубилого не получилось. А так, плюс-минус, тут человек какой-то новый, я первый раз вообще этого судью вижу. Он где-то упускает, там просто хруст слышен у Вишневского, я не знаю, там, Глиносоп на 380 поворачивается, и он не ставит ни пенальти, ни штрафной. Потом тоже в ту же сторону, там, у ребят тоже они там, ну, недовольны, потому что мы так же начинаем играть. Все зависит от судей, ну, ставьте нормальному судью, не будет такой грубости. Футболстор готовился к старой школе, понимали, что, ну, у нее все-таки есть свой, какая-то репутация жестких ребят. Готовились к тому, что придется порубиться или просто так уже начали закипать эмоции, потому что в какие-то моменты вы тоже включались прям активно? Ну, конечно, мы знали, как играет старая школа, это, по-моему, ни для кого не секрет. У любого менеджера, там, и у любого игрока, например, спроси, как играет старая школа, он скажет, что это рубка и жесткая игра всегда. Никакой не секрет абсолютно. К тому, чтобы рубиться, ну, к тому, чтобы убивать именно кого-то, ну, естественно, мы никто не готовиться. Все сюда приезжают играть в футбол, и даже та же старая школа приезжает играть в футбол. Там никто не прыгает с какими-то сумасшедшими ногами, там, в голову никто не летит, там. Никто не старается там оторвать Ахилте, Галик. Да, играют жестко, естественно, мы к этому готовились, поэтому эпизоды тоже были жесткие с нашей стороны. Никто не будет здесь ноги убирать. В нашей команде хоть парни молодые, где-то не хватает, может быть, опыта в ведении бурбана, ноги тут никто не уберет. Просто тут момент такой, что чем больше отвечать на их жесткие стыки, тем жестче они могут идти. Нет? Не было такой боязни? Ну, бояться жесткого футбола надо. Как говорит Игорь Корнилов у нас, в жестком футболе ты никогда не получишь травму. Да, я сегодня слышу. Вот и весь ответ на ваш вопрос. Спасибо, ребят, за интервью. Спасибо.